Перекрёсток Мироносицка и Маяковского. Именно здесь большое количество автомобилей, пробки и постоянные аварии. Но харьковчане уже знают, как решить эту проблему. Достаточно зайти на сайт «Карты проблем Харькова», кликнуть на сообщение и написать, что и где требует вмешательства специалистов. Идею разработчик сайта Виталий Собченко позаимствовал у программистов из Львова. Сайт работает совсем недавно и требует значительных доработок. Пока харьковчане могут лишь пожаловаться и отметить проблемные участки города. А создатели «Карты проблем» уверяют, что смогут заинтересовать таким ресурсом не только жители города, но и коммунальные предприятия. Мы разбили карту на три слоя. То есть будет коммунальное хозяйство, на карте обозначатся дорожное хозяйство и социальные проблемы. То есть, чтобы можно было с нашими городскими службами сотрудничать и конкретно по адресу обращаться с такими-то проблемами. Составили таблицу. И на таблице, на каждый вид проблемы, будет отдельный ярлычок. Допустим, проблемы со светофорами одним значком обозначаются. Проблемы с дорожным покрытием другим значком обозначаются, чтобы все это систематизировать. Харьковская карта создана на базе Google Maps Engine, сервиса для карт популярного поисковика Google. Работать с ней просто, достаточно зайти на сам сервис. Но оставлять свои жалобы смогут лишь те, у кого есть профиль или почта в Google. Уже в первые дни появилось огромное количество желающих высказаться. Только за сутки харьковчанами было отмечено более 400 проблемных мест города. Но уже через несколько дней ресурс рук исчез. И вместе с программистом Виталию пришлось возобновить карту жалоб и установить несколько правил для пользователей. Сейчас харьковчане больше всего обеспокоены состоянием дорог и перекрёстков, жалуются на количество ям и недостатков светофоров. На самом деле очень много чего хочется отметить. Но отметили реально те проблемы, которые мы понимаем, что можно решить в ближайшее время и не прилагая громадных финансовых и физических возможностей. То есть для города установить несколько светофоров, я не думаю, что это будет как-то глобально, но аварий станет меньше. В дальнейшем с поступившими от харьковчан жалобами разработчики планируют обращаться к коммунальным службам и к правоохранителям. Они рассчитывают, что власти заинтересуются таким сервисом и помогут в устранении проблем. Инна Степанишина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.